Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о способах общения собак между собой. Собаки – социальные животные, и помимо общения с хозяевами, они не прочь пообщаться и с себе подобными. В процессе своего одомашнивания людьми лающие утратили некоторые формы общения, однако основные каналы коммуникации у них остались неизменными. Лучшие друзья человека общаются между собой с помощью звуков, запахов и мимики. Давайте рассмотрим каждый из этих способов общения собак между собой подробнее. Акустический или звуковой канал коммуникации – первый способ общения собак между собой. Ученые подразделяют его на два типа – контактный и дистантный. К контактному типу относятся звуки животных, которые они издают непосредственно при живом контакте друг с другом. Например, рычание, скуление, фырканье, писк, щелканье зубами, некоторые виды лая. Если говорить о расшифровке самых распространенных звуков при контактной акустической коммуникации, то ученые пришли к выводу, что виск собаки издают при высоком эмоциональном напряжении. С помощью этого звука лающие могут показывать сородичам как свою боль и страх, так и сильную радость. Все зависит от оттенка звука. Рычание собаки издают при агрессии, а скуление, прося о чем-то или показывая свое подчинение перед кем-то. Второй тип звуковой коммуникации между лающими – дистантный. В этом типе коммуникации собаки общаются лая и воя, не видя при этом друг друга. Лают собаки, когда хотят о чем-то предупредить своих дальних сородичей или наоборот поделиться своей радостью. Водят же, когда хотят сообщить о своем местонахождении, либо пометить территорию. Олькофакторный или запаховый канал коммуникации – второй способ общения лающих между собой. Собаки либо переносят свой запах на окружающие их предметы, оставляя послание другим лающим, либо обнюхивают друг друга, считывая информацию. Источниками ценной информации для лучших друзей человека могут быть моча, кал, выделение анальных желез, вагинальные выделения и слюна. Наибольшее количество информации передается с мочой. Самцы четко определяют по моче состояние течки у самки и степень ее готовности к спариванию. Выделение околоанальных желез и фекалий несут информацию об определенной собаке и играют важную роль в индивидуальном распознавании особей. Большое значение для собак имеет запаховая, мечняя территория. Метя территорию с помощью мочи, ваша собака дает информацию о себе другим своим сородичам, а нюхая чужую метку, узнает, какой сородич здесь был до нее. Для собаки, желающей быть полноценным членом собачьего общества, подобного рода общение очень важно. Мимический или визуальный канал коммуникации – третий способ общения собак между собой. Учеными было выделено больше 90 специальных пост и мимических выражений, лающих для общения друг с другом. Давайте разберем самые распространенные из них. Когда собака поджимает хвост и подводит его под живот, уклоняясь от обнюхивания, она не уверена в себе. Если при этом ее уши наклонены назад и прижаты к голове, значит, она боится сородича, который к ней приближается. Дружелюбно настроенная, уверенная в себе собака, наоборот, имеет расслабленную позу. Ее уши и челюсти не напряжены, она машет хвостом, ее голова не поднята высоко, но и не опущена. При встрече щенка и взрослой собаки щенок обычно демонстрирует подчинение и даже некоторое подлизывание. Спина у него согнута, хвост непрерывно виляет между ног, уши прижаты к голове, кожа на обу настолько растянута, что внешние уголки глаз кажутся прищуренными. Щенок пытается лизать, углы рта взрослому псу, тычет носом, поворачивается грудью и прячет зад, падает на спину, подставляя незащищенный живот. И часто пускает маленький фонтанчик, изображая полное смирение. Теперь вы знаете, какими способами собаки общаются между собой. Каждый из каналов коммуникации очень важен для питомца. Поэтому, если ваша собака в очередной раз хочет пометить территорию на улице или пообщаться с другим сородичем, радостно махая хвостом или лая, не запрещайте это. Все-таки эти важные действия делают вашего питомца полноценным членом собачьего общества. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok